На рубеже XVIII и XIX веков в России было, пожалуй, две дисциплины, где авторитет Канта был наиболее высок, а в каких-то вопросах даже и непререкаем. Это, конечно же, была не этика, это была не логика, это была ни в коем случае не метафизика, а это были две дисциплины, которые кому-то могут показаться экзотическими. Физическая география, а также естественное право. Естественное право само по себе, конечно же, как идея уходит еще и в Древнюю Грецию, и сама эта дисциплина предполагает, что существует некая совокупность законов, объективных законов природы, которые регулируют в то же самое время и общество. И наряду с естественными законами могут существовать еще и так называемые положительные или позитивные законы, созданные по воле законодателей, и которые имеют субъективную природу, которые изменяемы, скажем, как какие-то законы, принимаемые нашей современной государственной думой Российской Федерации. Кант сформулировал, пускай и очень кратко, свое учение о естественном праве в работе, которая имеет название «Метафизика нравов» в первой ее части, которая называется «Метафизические первоначала учения о праве». И с точки зрения Канта, наряду с положительными или позитивными законами, законами, которые созданы по воле законодателя, существует еще и ряд других законов, которые носят, как он говорит, априорный характер. То есть они являются всеобщими, необходимыми и в своей значимости имеют внеопытный источник. И вот как раз кантовские представления о естественном праве в первой четверти XIX века пережили фактически подлинный Ренессанс в Царской Империи, потому что естественное право вдруг оказалось бурно развиваемой дисциплиной, в том числе и благодаря содействию развития этой дисциплины на первом этапе со стороны российского государства. В 1809 году был издан высочайший указ императора, в соответствии с которым чиновники в том случае, если они хотят продвинуться по карьерной лестнице выше определенного ранга, обязаны сдать экзамены. И одним из вариантов этого экзамена являлось как раз естественное право. И для того, чтобы подготовить чиновничество для этих экзаменов, были созданы открытые курсы, был написан целый ряд учебников, помимо всего прочего и в самих университетах преподавалось естественное право. И хотя фактически с момента открытия первого русского университета, Московского университета в 1755 году естественное право там преподавалось, а первым преподавателем естественного права в Московском университете был профессор Дильтей, тем не менее это были еще другие варианты до кантовского естественного права. Так вот в чем же состояла кантианские ориентированное естественное право в начале 19 века, на каких идеях главных оно базировалось и что с этим в конце концов произошло и благодаря кому это естественное право кантианские ориентированное в России развивалось. Начну с последнего вопроса. Большая заслуга в распространении кантианские ориентированного естественного права в России принадлежит трем иностранцам, трем профессорам, которые преподавали в Московском университете и в Казанском университете. Это профессор Булли, выдающийся историк философии. Это профессор Рингард, который написал учебник практической философии и естественного права, которые были переведены затем на русский язык. И, наконец, профессор Финке, который преподавал в Казанском университете, его учебник естественного права также был переведен на русский язык. Что подчеркивали эти немецкие профессора? Во-первых, они подчеркивали, что естественное право базируется на практическом разуме. Практический разум оказывается тем главным законодателем в сфере естественного права. И вторая идея — это идея развлечения внешней и внутренней свободы. Внутренняя свобода оказывается прерогативой этики, в то время как внешняя свобода — это и есть сфера права. И вот это вот четкое развлечение, которое возникает в философии Канта, и ложится в основу вот этого курса по естественному праву как и у него, так и у многочисленных поклонников Канта, будь то в среде немецких профессоров в России, будь то в среде россиян. Кто из россиян в данном случае написал какие-то учебники, которые в той или иной степени зависимы вот от этих кантианских идей. Это выпускник Московского университета Филимонов, это профессор Санкт-Петербургского университета Петр Дмитриевич Лодий, это профессор Московского университета Лев Цветаев, это профессор Казанского университета Гаврила Ильич Солнцев. Я далеко не все учебники перечислил в данной связи, но уже даже и этих имен, я думаю, достаточно, чтобы сказать, что это была бурно развивающаяся дисциплина, которая, тем не менее, в 20-е годы, вот так же административно, как, может быть, она и началась, практически и была закончена, потому что в 20-е годы среди кураторов различных императорских университетов, будь то в Казани, или будь то в Санкт-Петербурге, возникла серьезная позиция этой дисциплины, более того, такие кураторы университетов, как Магницкий или Рунич, пришли в ужас, что подобная дисциплина преподается в России, преподается в университетах, потому что через вот это естественное право распространяются такие идеи, которые, в конце концов, ведут к французской революции, а проповедники естественного права, с их точки зрения, хуже Марата, ну и, в конце концов, естественное право, с их точки зрения, совершенно несовместимо с христианским взглядом на этот вопрос, и вот такая позиция привела, в конце концов, к трагическим последствиям, к административному вмешательству философские дискуссии и к устранению очень многих преподавателей из императорских университетов России. Субтитры создавал DimaTorzok